Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Семянова и я шеф-кондитер. Как сделать процесс приготовления со своим ребенком более увлекательным? Конечно же, совместно с ним приготовить пирожная картошка в форме мандарина. Для приготовления пирожного картошка мне, конечно же, нужна бисквитная масса. Ее я делаю на основе бисквита, который я испекла уже достаточно давно, он лежал в холодильнике, он прекрасно хранится в морозильной камере до месяца. Об этом я, кстати, часто говорю и говорила множество раз в предыдущих роликах. Данный бисквит я использовала для приготовления торта и уже из остатков я делаю, собственно говоря, пирожная картошка. Далее добавляем вареную сгущенку, также сливочное масло обязательно комнатной температуры. И все хорошо проминаем, замешиваем тесто. Ну и моя личная рекомендация обязательно добавить какао для более благородного, насыщенного шоколадного вкуса. Ну и далее я формирую шарики, плюс-минус они должны быть одинакового диаметра, одинаковой граммовки, здесь около 40-45 граммов. Вы, конечно, можете воспользоваться для удобства домашними весами. Ну а во всяком случае в природе все мандарины тоже не идеальны, поэтому если вдруг один будет больше, другой будет меньше, совершенно ничего страшного в этом нет. По желанию вы, конечно же, можете добавить ваши любимые орехи, цукаты, может быть даже воздушный рис. Здесь я вас никак не могу ограничить, это все зависит лишь от ваших вкусовых предпочтений. Для удобства работы шарики вы можете поместить в морозильную камеру, они немного подстынут и действительно будут не такие пластичные, и их будет удобнее уже оборачивать мастикой. Я же уже в этом отношении человек опытный, поэтому буду работать сразу. Как мы работаем с мастикой? Изначально у нас был брусок очень плотный. Для того, чтобы мастика стала пластичной, ее нужно нагреть в руках. Так как температура человеческого тела плюс-минус около 36 градусов, соответственно, мастика нагревается и становится более мягкая и податкивая. Приспаем доску кукурузным крахмалом и раскатываем мастику. Обычную пшеничную муку я использовать не рекомендую, во-первых, цвет мастики сразу же станет матовым и блеклым, во-вторых, конечно, по вкусу это будет все очень сильно ощущаться. И с помощью формы вырезаем круги. Круги я чуть подтягиваю руками и оборачиваю пирожное мастикой, стараюсь закрепить немножечко снизу, подкатываем и проделываем все то же самое с оставшимися картошками. Терку я обтянула пищевой пленкой и с помощью нее создам как раз-таки рельеф, который характерен мандарину. Ну и дополняю гвоздиками мандарины, как настоящие. Если вдруг вы не успели купить мандарины к новогоднему столу, это будет прекрасная альтернатива, тем более, что эти мандарины можно есть прямо с кожурой. Согревайте друг друга вкусными эмоциями и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok